Новостройка на революционной сдана в эксплуатацию два года назад, а уже накопила немалые долги. В целом неуплата более 2 миллионов рублей, около 800 тысяч из них за газ. Дом получает тепло от собственной котельной на крыше, она работает на газу. Прекратятся его поставки и люди могут остаться без отопления. В прошлом году у жителей уже были проблемы с пуском тепла, но благодаря вмешательству районных властей газ все же дали. Всего в многоэтажке 170 квартир, долги имеют треть из них. Начиная с января этого года ни одного платежа в регион газ данных счетов не поступает. По объяснениям юридического отдела данного в ТСЖ, именно революционного 155, у них постоянно арестовывается счет. Ну то есть на них подают в суд и водоснабжающую организацию, то есть СКС, электросети, лифт, кто вывозит ТБО. И у них из-за низкой степени оплаты населением происходит периодического избирательства с ресурсовоснабжающими организациями. Беседы с жителями проводятся постоянно. Результат последнего собрания, проведенного районной администрацией, неутешительный. Только две квартиры погасили свои долги. Есть, еще раз повторяю, проблема вот ильдивенческая, я бы ее так назвал. Это дома, которые преобразуются в ТСЖ, в ТСН сегодня. Бытует мнение, что придет зима, независимо будут долги, независимо будет отрегулирован вопрос, мы платить не будем. Со стороны власти, я думаю, нужно брать в свое управление руки и регулировать все эти вопросы, связанные особенно с СФГК по регулированию задолженностей. К работе ТСЖ у жителей немало вопросов. Сейчас, когда зима не за горами, добросовестные собственники, которые исправно платят по счетам, не желают остаться без отопления. Без тепла, это неестественно, у нас все есть детьми здесь маленькими, тем более с грудными очень много. От ТСЖ очень много зависит, как говорится, от их работы. Если у них там какие-то недоработки или, может быть, они неправильно ресурсы распределяют, то есть не рассчитывая на момент наступления отопительного сезона, то, значит, надо разбираться в ТСЖ. От ТСЖ зависит много. Именно оно ведет работу с неплательщиками и должно сейчас договориться с поставщиками газа, составить график платежей и предоставить гарантийное письмо. Наладить взаимодействие по-прежнему готовы помочь и районные власти. Но руководство ТСЖ не сможет сделать ничего, если жители будут пренебрегать своими обязанностями и не оплачивать счета. Наша редакция будет следить за развитием ситуации.